Международный валютный фонд отметил замедление роста экономики в странах Кавказа и Центральной Азии. По словам представителей МВФ, в республиках этого региона инфляция останется устойчивой. Свой прогноз исследователи озвучили в Астане. Геополитическая ситуация в мире подстегнула рост мировых цен на продовольствие и энергоносители. В прошлом году в странах Ближнего Востока и Северной Африки инфляция выросла почти до 15% в республиках Кавказа и Центральной Азии. Этот показатель достиг 13% при этом. Эксперты МВФ отмечают, что к концу 2022 года общая инфляция снизилась, но базовая все еще остается высокой. Ответная реакция центра банков стран этого региона стала ужесточение денежно-кредитной политики. Центральные банки Кавказа и Центральной Азии существенно повысили процентную ставку за последние два года, сдерживают инфляцию. С января 2021 года Казахстан больше всего повысил учетную ставку почти на 775 базовых пунктах, тогда как Азербайджан, который фиксировал курс обмена по отношению к доллару, поднял ставку на 250 базовых пунктах, а Таджикистан поднял всего лишь на 25 базовых пунктах. По оценкам МВФ, инфляция прошла свой пик в 2022 году, но остается высокой во многих странах. Эксперты озвучили некоторые рекомендации. Мы видим, что тенге укрепляется. Этот курс существенно положительно сказывается на каналах инфляции. Мы видим, что это хорошо передается на рынок депозитов. Мы видим, что люди больше свои сбережения хранят в тенге. Население меньше расходует средств и частично экономит, вместо того, чтобы тратить и подогревать инфляцию. То же самое касается и кредитов. Уровень долларизации сокращается в Казахстане. В Казахстане годовая месячная инфляция в марте продемонстрировала снижение, отмечают эксперты. Сохраняется и базовая ставка на уровне 16,15%. Динаран Ругалиева, Нуркин Токмурзин, Информбюро, Астана.